Мод Равновесия С горя, ну давайте поговорим Вот документы, Жорик с Гиеной мертвы Еще нашел Гиеной блокнот, очень интересный блокнот, на, почитай Ну ты, брат, крут, про Жорика не спрашиваю, а где ты Гиену встретил? Ну они оба были в саркофаге рядом с комнатой, в которой энергетические установки для питания монолиты находятся Так, я их недавно того повредил нечаянно Нечаянно? Ну 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 давай папку, надо эти бумаги изучить получше и блокнот, посмотрим, что там интересного Ну держи А Гиена не дурак был, почуялся лешку, видать, и спрятался в засаде Или же за мной следом шел от самой станции Пока я с Жориком разбирался, Гиена вылез, чуть меня врасплох не достал Да? Хм Интересно, так, ну что тут? А здесь? Ого, так, тут что-то неразборчиво написано А, понятно Хм, короче, обалдеть надо? Ну так я и обалдел Ух ты Вот такой прям текст Ну что же, думаю, пришло время собрать общую картину воедино Заодно проясню для тебя кое-какие моменты Расскажу-ка тебе, стрелок, маленькую сказку Жила-была одна страна Назовем ее, например, Икс Всякое было в ней хорошее и плохое Под конец ее существования хорошего становилось больше, а плохого меньше Страна была не дура И старалась заботиться о народе Образование поднялось на такую высоту Что выпускник школы по уровню знаний равнялся А то и превосходил выпускников высших учебных заведений многих других стран Медицина, как и обучение и многое другое была бесплатной Люди в стране Икс работали на благо всего общества Получая нормальную зарплату, отдыхали на курортах и в санаториях Один из лозунгов был Каждому по потребностям, от каждого по способностям Были, конечно, там и негативные моменты Не без этого, ибо идеального рая на Земле нет Но это были мелочи по большому счету Страна Икса росла, поднималась после множества потрясений и войн Люди улыбались все чаще, грустили все меньше В это время на другом материке за океаном жила была другая страна Назовем ее Игрик Она была действительно другая во всех смыслах Хотя там тоже было всякое хорошее и плохое Игрик по сравнению с Икс была совсем молодой Образовалась она тогда, когда из других концов света туда приехали Хм, ну как бы сказать, мягко говоря, авантюристы что ли Другие государства послали туда своих людей колонизировать территорию Когда она еще не являлась страной Игрик и принадлежала племенам туземцев Но возник вопрос, кого посылать? Какого-нибудь человека, имеющего свой дом, семью, дело, доход А нафига ему это надо? Ехать черт знает куда, черт знает чем заниматься Лишившись привычного комфорта Проблема эта решилась быстро и не оригинально Короли и прочие шелупонь просто-напросто амнистировали большое количество преступников Убийц, насильников, воров, садистов, проституток Но с тем условием, что они отправляются колонизировать новую землю Выделили им в руководство небольшое количество псевдоаристократии Бабла кинули и вперед Колонизация прошла успешно С туземцами договаривались всеми доступными привычными способами Обманывали, грабили, спаивали, убивали А женщин, само собой, предварительно насиловали Не жалели никого, даже детей Оставшееся незначительное количество местного населения Пытались поработить Но казалось, что они были противоположностью неграм Другому народу, которого задолго до этого сделали рабами Местные же были гордыми и предпочитали смерть рабству Колонизаторы вскоре плюнули и запихали их в резервации С глаз долой Но нахрена они нужны? Золото уже у них забрали, территорию, земли, родной дом тоже Так вот год за годом росла и крепла новая замечательная держава А именно страна Игрик Ну что, ты не устал? Перекури Перекури, мужик Ага, ну вот давай закончу, потом покурим Игрик стремилась к главенствующей роли в мире У нее было много конкурентов, но Икс самый главный Тогда страна Игрик задумалась Шо ж делать-то, напасть на Икс войной? Нет, может таких прямо дюлей отхватить, что мало не покажется Подумав, страна Игрик решила действовать хитрее Из-под тяжка, стараясь не навлекать на себя подозрений Пытаясь подставить других Для этой цели была организована мировая война В которую удалось втянуть Икс Страна Игрик радовалась, хлопала в ладоши и мелко сучила ножками от восторга Пока Икс теряла убитыми огромное количество людей Экономика расшатывалась и рушилась Одновременно внутри самой именно Икс Внешними силами были выкормлены и выращены революционные организации Которые также не способствовали процветанию страны Прошло несколько лет, Икс оказалась отброшена далеко назад в своем развитии и благосостоянии Война и внутренние склоки нанесли огромный урон Заказчики этого цирка были довольны Но вскоре у них начались небольшие проблемы Пока не их решали, прощелкали самое главное Икс, как птица Феникс, возродилась из пепла Она быстро набирала былую мощь Былую именно мощь, и Игрик пришлось начать свою работу заново Оригинальничать не стали Было решено организовать еще одну войнушку На территории другого, третьего государства находилась одна радикальная партия Которую и решено было спонсировать, взращивать, так сказать, против Икс Все пошло по плану И вскоре началась еще одна мировая война Вторая, в которую, естественно, была втянута Икс Тем временем Игрик сидел на другом континенте Покуривая сигарету и смотрела представления Ожидая разгрома страны Икс и подкидывая бабло ее противнику Однако, все опять пошло не так Икс, неся огромные потери, потихоньку одерживала победу Игрик опять перегрустила и подумала Да что ж за твою дивизию Сколько же можно эту страну непокорную уничтожать? Я же стараюсь, бабла вкладываю А она такая-сякая опять выживает Да еще и у люлей разойдет налево и направо Что ж дальше-то было? Блин, что-то я сказочку-то затянул Надо сокращать и заканчивать Короче, прошло еще какое-то время Икс возродилась из руин Жизнь налаживалась Страна Игрик, неоднократно обосравшись Решила действовать по-другому Спецслужбы Игрик выявляли людей, живущих в Икс Бывших недовольными политическим строем своей страны И просто их вербовали Так в Икс появились диссиденты Пятая колонна Получавшие хорошую зарплату от Игрик За подрывную деятельность против своей родины Вся эта мразь, естественно, работала под прикрытием Защит прав и свобод Всяких разных свобод Вершиной хитрого плана Игрик Была вербовка одного хмыря Назовем его Горбатый Которого вскоре они продвинули на пост царя страны Икс Этот Горбатый развил и закончил работу по уничтожению своей родины Вот так вот Ну ладно, допустим, многое из того, что ты сказал Я и так знаю Я понял, что такое Икс Игрик В школе учили Теперь скажи, к чему ты клонишься И при чем тут вообще зона А зона тут совершенно не при чем Однако все это имеет отношение к расследованию Которое проводит здесь моя группировка Я заканчиваю Игрик Целью нанести колоссальный экономический урон Икс И кроме того, заткнуть за горизонтную РЛС дуга Внедрили своих агентов и организовали диверсию на атомной электростанции Находящийся на территории Икс Был взрыв Устроено все было как несчастный случай при проведении испытаний энергоблока Как невероятное стечение обстоятельств и человеческой ошибки Прямо как у нас на ЧАЭС, да? Все прошло гладко Тем временем Горбатый продолжал предательскую работу против своей страны Принимая преступные законы Вскоре он и его покровители праздновали окончательную победу Все Я понимаю, что то, чем занимаемся мы здесь Равновесие в конечном счете вряд ли что-то изменит Тем более, что мое дело относительно маленькое Мы занимаемся только поиском улик и доказательств диверсии на ЧАЭС Которая привела к взрыву в 1986 году Но одно я знаю точно Каждый должен заниматься своим делом Не за страх, а за совесть, несмотря ни на что Я этим кто-то, чем-то другим С миру по нитке, голому рубашка, как говорится Если каждый из нас на своем уровне будет выполнять свою работу добросовестно Тогда всякие пендосы подавятся своими амбициями И после этого засунут себе их в жопу Если не хотят жить в мире со всем миром Фуф, выдохся Да, ну что же, все ясно Грустно у тебя сказка получилась Да, но это еще не все потеряно Рано нас со счетов списывать Мы еще дадим просраться кое-кому Согласен Ну а что с зоной? Это тоже диверсия? Конечно нет Ты же сам все знаешь Или это не ты? Нечаянно повредил энергоустановки монолита А потом так же нечаянно перебил почти все осознание Почти все? Все осознание тебе не уничтожить никогда Да и зачем? Ты что добиваешься то что ли? Уничтожение зоны? А на кой хрен? Ну как на кой? Она же вроде разрастается и это Ну а если и так? Ну и пускай себе разрастается Понимаешь? Зона Это единственное спокойное место на земле Тут все просто Аномалии, мутанты С этим можно жить И жить почти в гармонии Всякие двуногие мрази тоже появляются Но долго тут не протягивают Зона быстро оставляет все и всех по местам А там на большой земле Хоть вроде и нет прямых угроз как здесь Но зато слишком много всякой подлой мрази Тут такие долго воздух не портят Благодаря зоне А там все наоборот Я не навязываю тебе свое мнение Однако предупреждаю еще раз Зону ты никогда не уничтожишь И не надо даже пытаться Тебе очень повезло что ты сам жив остался Надеюсь ты одумаешься Да я не саму зону хотел уничтожить Сам даже толком не знаю Чего хотел-то Найти что ли тех Кто всем здесь управляет Что Что ли Угу Найти и уничтожить Ну ладно Дай мне пару минут Надо закончить просмотр этой папки Которую ты мне принес Так Ну что посмотрел Ну и что там Да все как я и предполагал У нас на руках все Ну или почти все документы Ну отлично Где может прятаться сахаров Не знаешь Уже знаю Да только что с того Документы у нас Хоть в них и по большей части ложь Под видом рассекреченных материалов КГБ О недостатках в строительстве И эксплуатации реакторов ЧАЭС Эту утку тогда сварганили Чтобы потом отмазываться было проще Теперь тоже точно ясно Что никакие недоработки При строительстве И эксплуатации реактора Тут ни при чем Сахаров теперь нам не нужен Его хлопцы гниют в земле А сам он никакой опасности не представляет Хотя конечно очень хочется Чтобы этот человек ответил За то преступление Которое совершил Но он далеко не главный Во всем этом глобальном Кровавом спектакле Не главный Заставить его ползать на коленях Унижаться или убить Я хоть и ненавижу Сахарова всей душой Но убивать старика не буду Раньше бы убил С удовольствием и без сожалений А теперь Он сейчас в их 16 прячется Если еще не отвалит за периметр По непроверенной информации Профессор собирается сваливать из зоны Но сам не может За ним должны присылать вертолет Ты Свободный сталкер Делай что считаешь нужным Скажу честно Если Сахаров умрет Я плакать не буду Вот так Ну что же Как мы видим Тут два варианта ответа То бишь именно два Развития Дальнейшего сюжета Ну давайте попробуем По первому варианту сперва Так Ну что же Я подумаю Наверное прогуляюсь до профессора Побеседую с ним А там видно будет Ну хорошо Хорошо Счастливого пути Вот так вот Ну что же Давайте попробуем Точнее не попробуем А продолжим Тогда наверное уже Видимо где Прямо В лаборатории Х-16 Попробуем найти там Этого профессора И с ним Тоже видимо Так очень долго Побеседовать Посмотрим Так Вот мы Перешли мы Перешли мы На янтарь И вот как только Мы переходим на янтарь Появляется сообщение От мента Стрелок Шевелись За профессором Прилетел вертолет Вот видите Уже он летит И как бы мы не бежали В эту лабораторию Шестнадцатую Как бы ни пытались Как бы ни старались Ничего не выходит И профессор Сахаров Улетает Профессор улетает Прямо на этом Вертолете Куда неизвестно Ну видимо Видимо за границу Куда-нибудь он там полетел Хотя по идее Может быть можно даже сбить Может быть можно даже И сбить вертолет Но вот у меня Никаких зарядов нет А смотрите Видите вертолет Это похоже Бубухнулся Да Похоже Вертолетик Похоже Разбился Вот даже как Вот и все Вот и все Ребята Вот такой-то конец Вот такой-то конец Именно у профессора Сахарова Судя по всему Он взорвался В этом вертолете Да И никуда уже Не улетел И тут она Замечательная музыка Бетховен Вот Но как обычно Ютуб Каким-то образом Бетховена Бетховена Посчитал именно Нарушением Авторских прав Поэтому все у нас Тут без музыки Вот Показывает нам Карлика Товарища Карлика Который В нас там швырял С всякими предметами И других различных Мутантов В этой зоне Да Хотя вроде бы Как мы его убили Но видимо Это какой-то второй что ли Не знаю Может быть Вот так Иначе все Ребят После этого финала И после этого Именно фриплей То бишь Мы появляемся уже После этого момента Прямо на кордоне И можем грубо говоря Ходить где угодно И делать что угодно Да Всякие зомбари Изломы чихающие И другие люди Мутанты Вот например Контролеры Одиноко предыдущие ПЧС Все так же выглядит Очень печально И трагически Ну что же А теперь давайте посмотрим Что же будет Во втором варианте Нет Хрен с ним С профессором Давай дальше Что там с нашими Делами Ты хорошо подумал Ну ладно Дело такое Дошла информация Причем достоверная Что кто-то Очень настроился Меня убить Да и других парней Из группировки Тоже хотят Ликвизировать И это уже не то Что было раньше Теперь все еще Серьезнее Мы как Заноза в жопе Только в чей Знать бы точно Кому-то Очень не хочется Чтобы мы Выполнили свою работу До конца Короче В зоне появился Отряд наемников Высшей квалификации Мастера Специалисты По несчастным случаям Терактам Убийствам Различным Боевым операциям Первая Их цель равновесия Вторая Сейчас ты запрыгаешь От радости Вторая цель Это ты Двигаются они тихо Аккуратно И красиво Да так Что их никто не видел И никто Их даже И не знает Почти никто Вероятно Это основной Их козырь Внезапность Однако Мы теперь предупреждены А предупрежден Значит вооружен Их пятеро Сейчас они Направляются Со стороны Военных складов Примехонько Суда Ко мне в гости И какая падла Стуканула Что я здесь Об этой квартире Не знает никто Кроме разумеется Моих ребят И тебя Ладно Слушай Мы их оружие Обернем против них Самих же А именно Выдвигаемся Прямо на наемников И тем самым Засанем их врасплох Но надо быть Очень осторожными У этих деятелей Навороченные броники Я держу связь С Лехой Попом И с Аней Усом Они спешат мне на помощь Место встречи у них Неподалеку Иди на юг Ориентиры Проходишь между соседней Девятиэтажкой И школьной оранжерей Далее во двор По левую сторону Будет пятиэтажки В котором детская Игровая площадка Рядом Голубятня Вот там и найдешь Попа С Усом А я чуть позже Подскочу Мне надо Тут кое-что с кем По радиостанции Пообщаться Скажу коротко Все бумаги Что мы собрали За все время расследования Хочу передать Одному надежному человеку Он спрячет их так Что сам черт не сыщет А то мало ли что Со мной С нами может случиться Что бы хоть не зря Иди Я скоро буду Ну ясно Иду Вот так ребят Да ну что же Отправляемся Навстречу С этим Саней Усом И Лехой Попом Продолжим уже Вот именно В том районе Давайте уже выходить Вот Нашел я этих людей Вот В этом районе Мы находимся Вот именно тут Отлично Ну что ж Давайте поговорим С кем поговорим Вот Саня Ус Здорово И ты здесь Это хорошо Хотел бы поблагодарить тебя За то что спас меня Из грузовика смерти Чё Ааа Ты про то Да не за что Делов то Сочтемся Вот кстати Сегодня и сочтемся Ха ха Похоже Будет жарковато Мда Мент напугал Говорит Шибко крутые Эти наемники Да Мастера Только нам пофигу Шеи намыли мы И всех делов то Ладно Ждем мента И выдвигаемся Спокойный мужик Так Тут ничего пока Наруха поп Вот История какая-то Любопытная А вот уже бежит Бежит мент К нам Навстречу Давайте немножко Подождем Посидим Среди прям такой Высокой травы Чтоб прям свертело Цветочков Пожрать бы Чего хорошего Вот Так ведь нету А все таки Накоблана Слышать Вот и мент Так Ну что ж Поговорим Сохранимся И поговорим Так Ну что Вроде бы Все в сборе Да Пора Я впереди Остальные за мной Ну вперед Эх Понеслась Душа в рай Так Ну где ж тут Где ж наемники Ребята дорогие Понеслась Душа в рай Ну как же мы Несемся Где наши парни Вот Похоже Бегут за нами Отличненько Где же наемники Откуда же они пойдут Эти наймы Так Ну что же Вот видите Тоже дошли мы До определенного места И Тоже начался ролик Опять таки Снова Бетховен Лунная соната И вот показывает нам Как уже подходят Наемники Как мы к ним Бежим навстречу И начинается Битва Битва Не на жизнь А на смерть Вот Но опять таки Все будет видимо В тишине Я думаю что Вообще Выложу полностью Этот ролик Именно прямо с музыкой С этим Бетховеном Вот В свою именно группу Поэтому если кто хочет Посмотреть ролик Этот с музыкой Тот Можете посмотреть его Именно прямо Прямо в моей группе В разделе Видеозаписи Думаю так и сделаю Вот Потому что без музыки Смотреть конечно Не очень все это интересно И поэтому давайте Видимо сейчас Уже перемотаем Прямо просто на концовку Что же все таки В итоге Будет Чем же все таки Обернется Вот эта вот именно Стычка Наемников С группировкой Равновесия Да Ну и что же Вот он итог Вот он итог Ребята Куча убитых Ну точнее Ну как бы не куча Их не так уж Прямо и много народ То было Всего лишь Именно 9 человек Четверо наших И пятеро Наемников Вот И судя по всему Вообще все погибли Море крови Да Все это конечно Выглядит очень печально Но как иначе По другому Это конечно Не может здесь быть Если кого-то убивают Все погибли Все погибли Видите Все убитые И Леха Поп И Мент И так далее Да Ну и конечно И мы тоже Само собой Мы тоже погибли Хотя вот видите Кто-то вот один Все таки выжил Но это похоже Какое-то Вообще совершенно другое Видимо может быть То ли заказчик Этого убийства То ли еще кто-то То есть какой-то вот Наемник Одинокий Кто такой Загадка Неа Вот и все ребят Вот и финал Такой трагический И камера Отправляется Прямо в небо Да Все души Отправились В рай Вот и все Ну что же Вот такой вот Конец у мода Такие именно Два финала Вот в одном финале Умирает Сахаров Судя по всему В этом вертолете И потом у нас будет Фриплей Ну вот во втором финале Второй именно Концовки Умираем Все мы Вся группировка Именно Равновесие Вот так Вот ну что же По поводу мода Мод мне лично Очень понравился Как я уже говорил Очень атмосферный И сюжет новый Тоже очень интересный Поставлено все Очень грамотно В принципе Вот конечно же были Ошибки в тексте Но что делать Не все люди У нас грамотные Вот Именно по самому сюжету Как вообще Все это описание Именно диалоги Все очень По взрослому Грамотно И В общем Грубо говоря Отлично Вот Поэтому мне все Очень понравилось В этом моде Мод хороший Я считаю Ну что же ребят На этом мы заканчиваем Прохождение Мода равновесия Не забывайте Про ваш лайк Комментируйте Подписывайтесь на канал Увидимся В новых видео Или Может быть Прямо уже В новом прохождении Пока не знаю Что будет дальше Посмотрим Всем пока Всего вам хорошего До скорых встреч На моем канале Всем пока